Небольшое освещение того, что было в Австрии, а именно то, что я каким-то образом просто выигрывал нереальное количество времени у моих соперников своих. Я был быстрее всех на секунду-полторы, что на трассе в Австрии, которая длится там от силы минуту почти с чем-то, это просто большой очень разрыв, как по мне. По итогу я выигрываю с диким отрывом от всех, я обогнал большую часть пелотона на круг, и поэтому я не решила вставлять это в отдельный ролик, потому что, ну, смысл, от меня ничего тут не происходило, ну и так же в Австрии сошел Сироткин еще. Да, не знаю, как это случилось, но это произошло. По итогу я первый, и Льюис там позади меня, и там еще Боттус вроде тоже на третьем месте. В отдельный ролик опять же я не составляю, потому что ничего на трассе особого не происходило, все проходили кого-то там на счет педстопов в основном, не более. То есть вот, собственно, я перейдил большую часть пелотона, и хотел бы гнать фета-леток. И переходим к Симмерстоуну, где уже будет полноценный все-таки ролик. Культификация, как обычно, я закачиваю на первом месте, ну, как тут еще может быть, собственно, но тут уже хотя бы разрыв до Хэмилтона был полсекунды. И то есть возвращаться опять же к Австрии, когда на трассе, ну, которая длится полторы минуты, у тебя разрыв полторы секунды или секунд, то это еще, окей, более-менее нормально, но когда трасса длится, там, минуту или десять, примерно, или меньше даже, и разрыв топлива соперников в секунду или полторы, то это дофига даже. Ну, окей, переходим к уже Симмерстоуну трассе, где у нас используются самые жесткие комплекты, самый мягкий здесь считается софт, самым жестким — хард. Единственный этап в году, когда используется вообще хард. Ну, вообще, в 2018 году был еще комплект Суперхард, но он не использовался вообще нигде. Ну, и переходим к стартовой решетке, где, собственно, я расположился на первом месте. На втором месте у нас Льюис Хэмилтон, на третьем у нас Сергей Сироткин, на четверть у нас Эстабан Клон, пятый у нас Вальдри Боттес, шестой Карл Сайнс, седьмой у нас Вальдри Боттес, восьмой Маркс Верстаппин, девятый, Чаркоперс, десять, Николь Крюклмерк. Собственно, как обычно, Форс Эйди очень хорошо квалифицируется, хотя вот по характеристикам смотришь, вроде бы слабее Рэдбулла, слабее Феррари, но по итогу Феррари обгоняют, Рэдбулл обгоняют Бориса с Мерседесом и Сироткину на равных, что не может не радовать все-таки, когда команда вот может бороться все-таки наравне с более таким сложным соперником. Стратегия в гонке, один пидстоп, здесь единственная стратегия в один пидстоп, потому что, опять же, у нас самые жесткие комплекты в сезоне используются. Да и в принципе, из-за того, что пидстоп начинается слишком рано, тут два пидстопа делать нецелесообразно, и сгораются красные огни. Собственно, старт происходит, так же новая камера, потому что от моего анборда нечего смотреть будет, а по сути, вся гонка будет вестись вот с ТВ-камерой. В итоге, что мы имеем на этапе, мы имеем очень жесткую борьбу в середине пилотона. Собственно, Леклер, который начал неплохо обону проходить весь пилотон начинать, сначала обошел спокойно Даниэль Рикьярд, и потом уже принесся сразу же за Рэйкнина и Чака Переса, и которых спокойно проходят в правом повороте, но, к сожалению, в следующем кругу за счет ДРСа его уже обходит и Чака Перес, и потом уже чуть позже его обойдет и Рэйкнина. По итогу, как получил, с легкостью две позиции, так и с легкостью и потерял. Ну, всякое все-таки бывает. Еще гонка была довольно насыщенной борьбой, до первых пилотонов, к сожалению, после первых пилотонов борьба эта сошла вся на нет, но все-таки хоть что-то есть показать на этом этапе, кто радует. Ну и вот, собственно, так и опередил во первом повороте, и по итогу продолжаем. Также Сироткин потерял свое третье место, Боттс прошел, и Боттс просто прорвался с пятого места на третье уже, и потом у них была небольшая борьба между собой. Ну и переходим уже к Феррари. В основном борьба будет у них, вы сходите и вообще у Феттали, который прорвался до пятой позиции, проходит Сайенс, уже ничего не беспокоится. Также он сверкнул на медиуме, потому что проходил в трое, в третьеме прошел на медиуме, собственно, его на паре питался с Ираком, также пройти, но вылетел во втором сегменте. Ну и потом Сайенс возвращает себе пятую позицию, также уже позади и Рикьярдо, точнее, даже Ферстаппен. Тут же атакует его на старшей прямой, по вынужденному радиусу проходит во первом повороте с Красновым, и тут же уже позади Хюркенберг, тоже норовится как-то, пристроится. Но Ферстаппен ошибается, тут же происходит контакт небольшой между Фетталем и Ферстаппеном, Ферстаппен отвечает за задимостью, ударив в задницу, но по итогу Фетталем выезжает впереди, и уже на прямой за счет ДРСа Ферстаппен возвращает себе позицию. Также происходит небольшой обычный контакт между ними, проходит полкопок, начиная со второго сектора, Хюркенберг за этим всем наблюдает, как у них происходит борьба, и думает уже, где ему втиснуться. Также позади уже догоняет их вся группа, точнее Рэккенберг, но и там может позади вот эту группу плотов. Но тем временем Фетталь с Ферстаппеном продолжает ехать бок о бок, выходит очередной право-скоростной поворот, в котором уже все-таки Фетталь выигрывает эту позицию несчастную, но выходит напрямую без ДРСа, а уже позади него Ферстаппен, и Хюркенберг выходит с ДРСом, Хюркенберг по внутреннему радиусу проходит сразу обоих. Ферстаппену, к сожалению, не повезло, он решил отормозиться, избежать контакта, и уже позади него нарисовался Ким Райкенберг с группой пилотов. Фетталь также на встречу Куги ошибается в конце первого сектора, слишком широко выходит в поворот, что дает поровняться Ферстаппену с ним, но за счет того, что идет правый поворот, в котором Фетталь оказывается во внутренней части поворота, он выигрывает за счет этого какое-то себе преимущество, но продолжает ехать бок о бок, также уже Кимми думает, где будем просотиться, и это вообще самый большой будет такой кусок борьбы их между собой, потому что Кимми уже позади едет, и также уже позади Леклер, он догоняется Риккардо и Форс Индии. На обратной прямой все-таки у Фетталя есть ДРС, в отличие от Ферстаппена и также Кимми, тут же начинают проходить оба Ферстаппена, и Ферстаппен остается в неуделах, по итогу теряя сразу две позиции, но тут же Кимми пытается еще пройти Фетталя. По итогу у них получается поравняться между собой, также позади Леклер блокирует себя переднее левое колесо, но это никак не мешает и его группе, по итогу уже Ферстаппен приходит в разряд наблюдателей, ну и Кимми выигрывает эту борьбу по итогу, Фетталь же плохо вышел на стартовую прямую, из-за чего его сразу же проходят и Ферстаппен, и Леклер, и тут же пытается уже пройти Переса, ну и позади уже Риккярда думает тоже, как пройти бы Фетталя и Переса, которые между собой уже сцепились тут, и пытаются уже бороться за вроде бы девятую позицию, вот. Такая жаркая борьба была уже по сути позади всего этого пилотона, который я вел где-то впереди, ну и на прямой за счет ДРС, Перес пытается пройти Фетталя, они поравнялись, и также позади Гражан с Эриксоном, и Риккярда тоже вылит между собой, и Гражан проходит Риккярда, а Эриксон у нас переднее антикрыло, к сожалению. Ну и конец этой борьбы в Маггетсбекетс поясок произойдет между Фетталем и Чико Пересом. По итогу у них произошел контакт, поясом, что Феттал не слинулся переднее антикрыло, и уже на обратной прямой Фетталь обходит Переса за счет ДРС. Также Гражан пытался пройти еще Переса, но только смог поравняться с ним, из-за чего Фетталь смог и по итогу оторваться от этой группы позади, и начать, наоборот, догонять впереди идущих. Гражан же пытался опередить Переса, но все-таки это Фурс Индия, и в Фурс Индии мы знаем то, что не особо простой болид, по итогу в последнем повороте Перес выгрызает эту позицию обратно. Ну и, также уже начинает позадить борьба между Эриксоном и Риккиардом, но, как мы понимаем, то что у Эриксона все-таки было сломано переднее антикрыло. После своего Питая выезжаю на пятом месте, прямо перед Риккиарда. Конечно, он пытался меня таковать, но на своем издушном софте, к сожалению, он ничего не смог мне сделать. Ну и на 10-ом круге по СОПЕСОБО наступил также Льюис Хэммитон, что для меня хорошо, потому что я еще больше оторвусь от него в личном зачете, хотя и так, отрыв уже больше 100 очков будет. И, по сути, это хорошо тем, что в кубке конструкторов также мы наберем больше очков по сравнению с СОПЕСОБО. Ну и через какое-то время догнал уже Фетерин, который шел на своем изношенном ниде у нас с самого старта. Без каких-либо проблем его опережаю на, по-моему, прямой в первом секторе. Без каких-либо враг, потому что все-таки у него поношеный был ниде, у меня уже свежий и разогретый, и Феррари нам, так сказать, не соперник особо. Прохожу без каких-либо проблем и отрываюсь. Ну и под конец гонки, надеюсь, было уже противостояние между Феррари и Ленуа. Первым в этом году наступили у нас Райкен и Хилкенверк. В итоге Райкен с Хилкенверком вышли, как обычно, третий сегмент в бок о бок. Также вышли такая именно камера, потому что с того камера, как обычно, были офигенные ракурсы, это отдельная история. Также все доходило до контактов иногда у них в обоих, и позади них уже потепенно их догонял Фетель на своем уже свежем савтех. Что давало им преимущество все-таки по скорости. Ну и вот, они обменивались позициями так-сяк, и уже Фетель потихоньку-потихоньку их догонял. Ну и из-за того, что все-таки они шли бок о бок каждый раз на трассе, обменивались позициями, и Фетель тоже шло все на руку. Ну, по итогу, Кимми обгоняет Хилкенберга также, и Фетель был уже позади Хилкенберга, что дало ему возможность атаковать. Но он в быстром правом повороте перед Маггизбэгдс не смог это сделать. Тут же Леклер еще пытался опередить Фетеля, но у него не вышло, потому что Фетель ему просто заблокировал дорогу. И в связи с каких-то воротах они прошли друг за дружку. Напрямую, конечно, Фетель попытался опередить Хилкенберга, но с учетом, что у них обоих был ДРС, то максимум, что Фетель смогут сделать, это поравняться с ними. Кимми тем временем пытался уже оторваться от этой небольшой группки, потому что, ну, все-таки Фетель придет сейчас Хилкенберга и уже займется Кимми. Что, собственно, происходит на следующем кругу, в третьем секторе Фетель без каких-либо проблем за счет ДРС обвиняется Кимми и выходит уже дальше. Ну и дальше он сходит по итогу Хилкенберга, к сожалению, после такой борьбы он сходит, по итогу, ну, полностью черпал весь запас прочности его ДВС в этой борьбе. В то время они догнали еще и Сайенс, который ушел на пятом месте, предприняли уже атаки на него. Фетель его смог без проблем пройти, но потом Сайенс решил дать бой ему и тут же в Маггитс Баггитс они начали уже идти бок о бок, но Фетель все-таки оказался в один момент позади Сайенса при активации зоны ДРС, из-за чего Сайенс не получил ДРС, но имел слепстрим, из-за чего его не смог обойти Кимми и он даже предпринял атаку на Фетеля, но, к сожалению, максимум, чего он любился, это, опять же, они начали проходить бок о бок по ворот, но уже на выходе Фетель обошел его. И так вот, по сути, эта борьба и продолжалась, то есть Фетель закончил полку на пятом месте, а Кимми не смог пройти Сайенс к концу гонки. Я же выигрываю с диким отрывом и плюс там с небольшой ошибочкой в последнем повороте, но, в принципе, на ход гонки оно никак не помешало, потому что у меня был большой отрыв от ботса где-то на 23 секунды, который нивелировался там до 14 секунд по итогу концу гонки. Собственно, опять же, неплохая для нас гонка, плюс Сироткин приехал на третьем месте, что очень хорошо, конечно, мог он приехать и на втором месте, но, говорю я это или нет, после Льюис того, как он сошел, у нас вышла виртуальная машина безопасности, из-за чего Ботас и Акон смогли сделать очень хороший пидстоп для себя, потому что они его сделали под виртуальной машиной безопасности. А так, если он, скорее всего, приехал бы у нас вторым, ну, в один момент такой час начал догонять Ботаса, но по итогу почему-то под конец этапа он перестал догонять, а наоборот Ботас начал от него уже отрываться. Ну и что, в тренинг таблицы я уже на 90 очков опережаю Льюиса, а у нас только 10-ая гонка была, то есть, так сказать, экватор, а уже отрыв в очках очень большой, плюс он еще и сошел по итогу на этом этапе. По контакту у нас их было не особо много, не особо критичные, но имеем, что имеем. Зарабатываем очки, на следующий этап мы выигрываем два соперничества, то есть у нас будет снова куча ресурсов, которые можно будет потратить на что-то, также сделанную задачу, которую мы поставили среднюю, к сожалению, а не сложную. Ну и тут еще я беру уже значительную такую модификацию по расходу топлива, которая приедет нас только через 4 этапа, к сожалению, потому что с контрактом вышло не все так гладко изначально. Ну и на оставшиеся ресурсы думал что-то себе взять, но в итоге ни на что мне не хватило. На этом, ребята, все, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встречи, пока-пока.